Сейчас взорвётся. Готово. Всем привет! Сегодня мы будем готовить снова, потому что мне так захотелось. Мы будем готовить гамбургер, но не обычный, потому что мы его готовим дома и потому что мы готовим его... Ну, вы там ещё хотите готовите? Я готовлю из котлеты вегетарианской хайбургера, которая из морозилки, покрытая льдом. Мне оператор сказал, что если я разогреваю в печи, то ничего не взорвётся, я останусь жив. Проверим. Нам понадобится печь, нам понадобится помидора. Я взял такую, ну, какая была. Я взял доску. В этот раз у нас лакшери условия. Есть нож и, в общем, ещё есть деревяшка, чтобы на ней резать помидору. Ещё у меня есть сметана в супер-ультра-контейнере из-под спаржи. Секретный ингредиент. Печеньки. Ой. Сочки для бургера. Да, ничего про них рассказывать будем, денег нам не занесли. Печеньки. И ещё у меня есть синкретный ингредиент и сахар. Что это за ингредиент? Это карри. Карри — это специя, которая мне очень нравится, но я не знаю, как соус сделать сладким, как в Макдаке, поэтому буду сыпать туда сахар. Надеюсь, что-то это изменит. Да, и начинаем, как и в тот раз, с приготовления хайбургера. Но его надо открыть. Там сосиска уже была открыта. Ладно, всё, хватит про тот видос. У нас новый видос. Новая распаковка. Четыре котлеты. Мы будем использовать только одну. А, у меня есть нож. Пахнет она вкусно. Она уже чуток подтаяла, но она не прямо сейчас из морозилки. Сейчас печь включу. Четыре. Паяцем. Достаем. Щекульсок льда. Они вот так приклеены. Как-как-как крепить? Вообще, лёд. Вкусный лёд. Ну, она нагрелась. Как же она сейчас растает просто? Ну, ладно. Чё будет, то будет. А, пятёрка, чтобы нафиг всё сгорело. Короче. Мы готовим соус. А, я ложку не взял. Помощник. Очень мало. Надо. Главное, не переборщить. А то будет очень перенасыщенный вкус. Слушай, чё-то там скворчит. Это хорошо. Ну, или плохо. Ну, короче, либо оно просто растает, либо будет вкусно. Если, ну, чё-то будет не так, мы просто её пожарим. Как надо. Пусть жарится до корочки. Не, маловато. Прям вообще её не чувствую. Пусть жарится. До корочки. Да, грузящий. Чё-то дымится. И пахнет, как будто чё-то горит. Ну, как всегда. Блин, да чё я почи-чуть? На. Пусть жарится. Чё-то я почи-чуть, почи-чуть. Я даже не чувствую этот карри. Ну, у меня соус даже жёлтый не стал. Всё, он не должен стать жёлтым. Я не знаю, как в бургере делают карри, но что он прям сладкий соус. Видимо, там специи карри, но вообще нет. Ну, или он делается точно не из сметаны. Ну, у нас что есть, то есть. Вообще её не чувствую. Всё, блин, мне надоело. Сейчас я пожалею об этом. Сейчас я сахара буду сыпать просто тоннами. Потому что я столько зафигачил этого карри. Я психанул просто. Потому что мне надоело уже мешать. Смак, пусть жарится. Идеально. Идеально. Соуса что-то мало в этот раз. Хорошо. Теперь наша задача сделать так, что соус стал сладким. Как это сделать? Ну, мне кажется, что она не готова. Ну, готова, но пусть жарится. Для фона. Ну, пахнет вкусно. Короче, куда нам положить сахар? Сахар. Сейчас. Я всё понял. Я всё придумал. У меня это много. Вот чуть-чуть посахарим. Вот это вот опасно. О, мне кажется, я много сахара положил. Как вы думаете, сахарить сметану с карри? Чё потом будет? Будешь дрестать? Или будет вкусно? Или всё вместе? Пишите в комментарии. Проверяйте рецепты. Побольше эффектов не будет. Наверное. А чё, ну котлеты. Ну, всё хоро. Но на карри он вообще не похож. Просто сладкая сметана с оголоском карри. Это не то. Тем, что достаем котлету. Ну, типа, таким же ты его не сделаешь, как в бургере. Вот она, котлетка на гриле просто. Мраморная. Ох. Как в рекламе. Следующее. В принципе, всё предельно просто. Почти готово. Запекать мы его там не будем. Не будем. Потому что, ну, бургеры не запекаются. Осталось самое простое. В принципе, это творец с помидором. Ну, а что будет сложно. Я взял черри, потому что она из-за своих размеров менее водянистая. Вот. Ну, я думаю, в принципе, столько нам хватит. Последнее. Это мы вскрываем. Наши булочки. Блин. Они все такие дырёные. В общем, вода будет булка. И она надрезана. Как в тот раз и было. Да они мне не платят, убери. Так. Теперь осталось намазать это всё соусом, соединить и съесть, пока котлета не отстыла. Не отстыла. Но соус, как в бургере, у меня не получился. Это 100%. Потому что, во-первых, там он имеет желтоватый цвет. Ну, цвет это пофигу. Главное вкус. Я не знаю, как помидорки. Их не так уж и много. Но они маленькие. Это очень удобно. Особенно я их так криво порезал. Ну, вот сверху даже немножко их не хватает. Ну, ладно. Ну, а чёпленькое? Ну, не скажешь, что прям остыло. Ну, так вышло. Следующее. Что мы сделаем, это накроем. О, готово. Нет, слушайте, реально выглядит, как, ну, блюдо из ресторана. Смотрите. Воппер. Или как он называется? Это просто не ем бургер. Я не знаю, как они выглядят. Ну, что могу сказать. Выглядит вкусно. Пахнет вкусно. На вкус тоже вкусно, я уверен. Помидорки, булка, сметана с сахаром и карри. И котлета. Очень просто и очень вкусно. Готовить просто, когда есть печь. Но он вообще не держится. Давайте есть. Это котлеты практически не добрался, но очень вкусно. Реально. Это вкуснее сосиски. В общем, всем спасибо за просмотр. Ну, это чтобы вас не смущало. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Готовьте еду и будьте счастливы. Всем пока.